Добрый вечер! Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам-ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Все ближе и ближе волшебный праздник Нового года. Все меньше и меньше осталось времени для него. И, кстати, все меньше и меньше, к сожалению, поводов у нас с вами обсуждать текущие события на рынке, потому что их нет практически. Как только что Настя в новостях заявила, сегодня праздник Рождества празднуют католические христиане. Еще раз их поздравляем с этим, естественно. Ну и по этому поводу подавляющее большинство мировых финансовых рынков сегодня закрыто. День выглядит достаточно скучным, хотя, надо отдать должное, наши рынки работают. Это навевает в меня лично, для меня лично, это наполняет меня какой-то гордостью. Мы опять впереди планеты всей, если можно так сказать. Хотя, по большому счету, да, особо в котировках это не было сегодня заметно. Ну да ладно, собственно, мы это чуть позже обсудим обязательно. И я начинаю эфир. Тема сегодняшней программы «Движение определяет глобальные события». Ну, что, собственно, с чем не поспоришь. И мы обсудим эти самые события, да, говоря о текущей ситуации на финансовых площадках. Я представлю моих гостей. В студии сегодня Игорь Нуждин, аналитик «Номосбанка». Добрый вечер, Игорь. Добрый вечер. И Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией «Грандис Капитал». Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, учитывая, да, ваши скучные лица, вы все цело уже погружены в приближающие новогодние праздники. Да, сейчас вот Андрей, я смотрю, у него прям проблема, да. Кому ты еще подарок не купил? Кому ты еще не купил подарок? Да, и как найти время главное? Никому не купил. Вот поэтому, собственно, ты с таким напряженным лицом и приехал сегодня. Ну, это вообще сейчас самая главная проблема. Мы уже не будем говорить, купил ли я «Газпром», успел бы я в «Роснефть» сходить, да. А вот какой-нибудь безделушки ненужной, да, родственникам, друзьям и знакомым купить, конечно, необходимо. Ну, да ладно. До Нового года, слава богу, все-таки для этого, по крайней мере, есть время. Вот. Уважаемые слушатели, я напомню, вы можете присоединиться к нашему разговору, может быть, не столько посвященному непосредственно рынку, сколько надвигающемуся Новому году. Ну, с другой стороны, мы поговорим и о перспективах постновогодних. Телефон студии, напомню, 651099,6. Код Москвы 495. 651099,6. И также участие вы можете принять, зайдя на сайт компании финам.фм. Задавайте вопрос, комментируйте все, что считаете нужным. И это, естественно, мы обсудим с вами. Не буду также отходить от традиций. Картина маслом будет, она, конечно, сегодня скучная. Я бы так сказал, ненасыщенная. Но, тем не менее, на 1805 Москвы мы видим следующую картину маслом. Еще раз повторю, кроме нас сегодня практически никто не торгуется. Поэтому, ну, единственное, что Азия торговалась. И, кстати, достаточно позитивно. Nikkei 225 прибавил полтора процента сегодня. А Shanghai Composite и того больше два с половиной. Ну, как-то мы остались несколько в стороне от этого оптимизма. И на 1805, еще раз повторю, индекс РТС практически у ватерлинии чуть ниже ее, 1515. Текущая котировка одна сотая процента в минусе. Вот индекс ММВБ чуть выше этой самой линии. 1474 котировка. Одну десятую прибавляет он. Все остальное без изменений, повторю. Ничего сегодня не торговалось. И, наверное, стоит отметить наши акции. АвтоВАЗ продолжает рост. Заулыбались коллеги. Коллеги-аналитики. Ну, я, собственно, понимаю их улыбку. 4% он сегодня. Мама, не горюй, да. Ну, видимо, Ростех решил спасти тех, кто засел. Да, да. Спасти окончательно, я бы так сказал. Окончательно спасти АвтоВАЗ и тех, кто в Автовазе. Причем в буквальном, да, и в переносном смысле. В акциях АвтоВАЗа и вот в продукции АвтоВАЗа. Их надо спасать. Значит, все остальное, еще раз повторю, очень скучно. Поэтому особой картин и не требует. Давайте вернемся. Движение, например, глобальные события. Это очевидно. С этим не поспоришь, я надеюсь. Игорь, ты не собираешься с этим спорить? Не собираюсь. Не собираешься. Так вот, что за глобальные события? Как минимум, последние несколько недель определяют эти самые движения. Ну, сейчас одно у нас ключевое событие, которое оказывает влияние на движение биржевых индикаторов. Это что же и когда же американцы наконец-то решат этот вопрос с так называемым фискальным обрывом. Я бы, извини, перефразировал. Доколе? Да. Доколе? Вчера даже Барак Обама, его высказывание уже звучало как жесть отчаяния. Он говорил о том, чтобы республиканцы и демократы до Нового года попытались достигнуть какого-то минимального компромисса. Хоть какого-то, действительно. Да, минимального компромисса. Сделали вид, что они пытаются договориться. Чтобы, так сказать, не войти в 2013 год вот с этим самым обрывом. Вот этот вот фактор, он ключевой. У тебя есть надежда, что на этой неделе осталась неделя, в четверг, по-моему, да, сейчас, ближайший день, когда они... Ну, я думаю, что американцы должны договориться. В принципе, то, что сейчас развивается, это очень похоже на американцев. Они любят в самый последний момент решить... Ну, это нормально, поинтриговать немножко, да? Решить эту проблему. Решить эту проблему. Решить нервы, нервы, чтобы... Скорее всего, это будет действительно какой-то минимальный компромисс. И будет оставлена какая-то возможность для маневров, да, там, где-то там в первом квартале 2013 года. Но все-таки вот какой-то компромисс должен быть достигнут. Я прошу прощения, Игорь, немножко отвлеку. У нас есть звонок, что само по себе уже приятно, да, даже сегодня уже. Наши слушатели активны. Роман, давайте послушаем его. Роман, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Вот услышал у вас аналитик Номосбанка. Я знаю, что Номосбанк активно серебром там торгует. Вот прогноз от аналитика. Ага, спасибо. С серебром на ближайшее время. Спасибо, спасибо, Роман. Ну, во-первых, правда это, что Номосбанк активно торгует серебром. Игорь сейчас как-то, да, в непонятках, я так смотрю. Нет, ну, скажем так, аналитический департамент не очень имеет отношение к тому, как кооперация с драгоценными металлами. Вот, поэтому здесь я на вопрос, активно ли торгуют Номосбанк серебром или нет, я не смогу ответить. Ну, в конечном итоге, я думаю, и это не самое главное. Кстати, о каком физическом серебре идет речь? Или все-таки это деривативы? Ну, скорее всего, наверное, речь идет о физическом. О физическом, да? О физическом серебре. Вот, здесь, возможно, как-то увязываются с нашими бывшими акционерами. Ну, да бог с ним, да. Тем не менее, я уверен, что, ну, и так оно и прозвучало, я, по крайней мере, это услышал. Роман, интересно, перспективы драг металлов, в частности, серебра, вот в свете последних событий, мы видели на прошлой неделе, да, доказывается, серьезная коррекция и в золоте и серебре произошла. А, и что ждать дальше, и, кстати, опять-таки, в сфере фискального обрыва? Ну, серебро, на самом деле, это драгоценный металл, который очень тесно коррелирует с золотом, поэтому, если мы будем говорить о серебре, то здесь идет речь, скорее всего, и о золоте, то есть движение серебра, оно будет, скорее всего, повторять движение золота. Вот, и здесь, наверное, можно будет видеть какой-то такой позитивный рост по золоту, в случае, если будут возрастать инфляционные риски, это первое. И второе, действительно, если американцы, скажем так, провалят свои переговоры по фискальному обрыву, причем провалят их достаточно глубоко, да, там начнется, как бы, возможно, глобальное бегство от рисков, да, там, по падению биржевых активов и, в принципе, золото могут рассматривать как один из защитных инструментов в данной ситуации. Андрюш, добавишь что-то по драгметаллу? Ну, я хочу лишь добавить, что... Алиционные компании Гранди с Капитал, там, серебром... Нет, мы не торгуем, но просто надо понимать, что, хотя все говорят, что фискального обрыва не будет, надо понимать, что он будет просто в мягкой форме или в жесткой. Ну, то есть, будет он, в смысле, как... Как факт, что называется, да, потому что ничего не сделаешь... Да, естественно, госрасходы урезают. Да, 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 автоматически же эта ситуация происходит. Да, налоги поднимут просто в какой степени. Первый января, бах! Если договорятся, то автоматически. Нет, ну, даже если договорятся, все равно речь идет о повышении налогов для определенной категории граждан и все равно о сокращении госрасходов. А сокращение госрасходов, это, соответственно, придет к тому, что инфляционные ожидания падают. И, соответственно, вот сейчас мы видим, что ожидания падают, и золото дешевеет. Соответственно, и серебро, серебро просто как бета-актив относительно золота падает быстрее. Быстрее, да. Вот я сейчас два графика открыл, и, собственно, движение... Собственно, только этим и объясняется. Ну, и, соответственно, чем мягче будет решение по фискальному обрыву, тем больше шансов, что серебро и золото восстановятся. Чем жестче, соответственно, тем круче будет падение. Вот это мое мнение. Я понял. А история, о которой Игорь напомнил, да, мы, ну, некоторое время назад, и сейчас, я думаю, эта тема по-прежнему актуальна. Мы говорили о монетарной политике, да, ведущих центральных банков, о смягчении, продолжении смягчения, о количестве... О программах количественных смягчений и так далее и тому подобное. Вот с этой точки зрения, действительно, может ли золото выступить защитным активом от инфляционных ожиданий? Ну, золото и серебро, наверное, так. Ну, на мой взгляд, лучшим средством защититься от инфляции в данный момент являются гособлигации США и вообще любые облигации. Взять хотя бы даже российские облигации. Причем их так, действительно, их активно берут. Доходность гособлигаций 14,5%. Да, да. Вам никто не нарисует никакое золото, причем гарантированно. Вот, поэтому облигации, конечно, нас сейчас правят рынками. И акции на их фоне, они смотрятся очень бледно. Ну, и как все остальные комодитисы, собственно. Я понял. Хорошо. Ну, вот, собственно, такой ответ на вопрос нашего слушателя по поводу серебра, золота, ну и драгметалла в целом. Сейчас мы слушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Ну, что ж, продолжаем наш сегодняшний эфир, уважаемые слушатели. На Финам.ФМ сухой остаток. Я, Олег Дмитриев. Обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках. Даже, наверное, именно сегодня, да, во множенном числе это было бы некорректно. Обсуждаем ситуацию на конкретной финансовой площадке, которая сегодня торгуется. Это российские фондовые рынки. Значит, подтекст такой у нас сегодняшней темы, да, движения предельных глобальных событий. Вот их мы сегодня тоже каким-то образом вспоминаем. Значит, напомню, гости в студии сегодня Игорь Нуждин, аналитик Номосбанка. Андрей Толстаусов, управляющий активно инвестиционной компанией Грандис Капитал. Ну, и на всякий случай напомню еще раз. Телефон в студию 6510-99,6. Код к массовой 495. Также сайт компании финам.фм. И к нам присоединились друзья Финама на сайте финам.ру. В режиме видеоконференции. И уже есть вопросы. Я их, если позволите, чуть позже вспомню. Значит, мы отвечали на вопросы Романа. Замечательно вышли мы, на мой взгляд, логично вышли на тему того, что в нынешних непростых экономических условиях, ну, прежде всего, условиях, связанных с организованными финансовыми площадками, наибольшим спросом, да, или, может быть, логично, выбор инвесторов – это инструменты долгового рынка. Это облигации различных государственных и коммерческих, да, структур. Поподробнее, пожалуйста, расскажи об этом, Игорь. Ну, облигация немножко не моя сфера, у меня большая акция. Но я соглашусь со своим коллегой, что действительно инструменты долгового рынка, они сейчас выглядят более интересными, там, может быть, нежели чем акции. Хотя бы с точки зрения, там, того же самого показателя риска доходности, да, там. То есть по некоторым нашим бумагам действительно долговое можно получить доходность с меньшим риском, и при этом в акциях с большим риском будет меньшая доходность. Ну, кстати, Андрюш, ты говорил про 14% – это что, это рублях? ОФЗшки наши, да? Да, это индекс ОФЗ с учетом НКД. 14,5% в рублях, соответственно, 20 годовых в валюте. Вот. Ну да, я вот тоже замер так, а смысл тогда обо всем остальном нам говорить? Индекс РТС плюс 10% с начала года, то есть два раза проиграл. Вот, соответственно, все ждут, что в следующем году будет сюда колоссальный приток. В связи с Евроклиром, да, Прислава? Да, конечно, и... Ну, надеюсь, рынку акций тоже перепадет. Достанет, чуть-чуть достанется. Причем сегодня я даже слышал такую информацию от некоторых управляющих, что у некоторых западных эмитентов есть интерес к российскому рублевому рынку, то есть они хотят размещаться в рублях. В принципе, даже прецедент такой был, по-моему, где-то месяц тому назад размещалась американская Катерпиллер в рублях. Вот, то есть, в принципе... Ну, то есть мы говорим о том, что будущий год, да, это год оптимистичный для российского рынка. Ну, его, как минимум, долговой части. Ну, главное, чтобы локомотив работал... Кого ты называешь локомотивом, скажи мне? Ну, в данном случае облигацией, рынок облигаций. То есть, если локомотив пойдет, акции подтянутся. Я хочу от вас услышать все-таки, да, опять с фундаментальной точки зрения, почему сейчас действительно спрос такой именно на долговые инструменты, Игорь? С фундаментальной точки зрения. Как раз в связи с тем, что достаточно большое количество рисков, да, там, акции, они являются более рисковыми инструментами, нежели чем банды. Да, там, поэтому... То есть инвестор защищает капитал свой, да? Он уходит... Ну, и вот он не только защищает, это ему позволяет даже зарабатывать. На самом деле у облигаций есть одно неоспоримое преимущество перед акциями. Они входят в ломбарные списки. То есть их можно легко с минимальными потерями зариповать и получить ликвидность необходимую. Но с акциями дисконты, даже по голубым фишкам, овернайт составляет, там, 10-15%. Если речь вести о неделе, дисконты могут доходить до 30%. Ну, а уж если говорить о месяце, то там вообще можно услышать о дисконтах в 50%. По облигациям же совсем другая ситуация. Месячные репо, там, очень низкие дисконты по сравнению с акциями. Это дает возможность фактически покупать облигации с плечом. То есть если у вас есть миллион рублей, вы можете купить облигацию, зариповать ее на 950 тысяч, купить еще раз облигацию, потом на 900 тысяч купить облигацию. Ну, кстати, да, мы некоторое время назад говорили, что очень многие наши финансовые институты так и поступают. То есть, другими словами, вы имеете возможность создать леверидж с довольно-таки приличным плечом, с пятым, там, например, с шестым, но если о рискованных игроках вести речь, и получать доходность, соответственно, за минусом ставки по репо, ну, в два раза больше, чем доходность самой облигации в чистом виде. Ну, вот если речь идет о гособлигациях с наивысшим рейтингом, то вот индекс облигаций показывает плюс 14 в рублях, соответственно, можно достичь доходности в 30% в рублях. И, естественно, банки, особенно российские, они отказываются от акций. Потому что где вы найдете такую возможность без риска заработать? — Ну, и акции, если говорить о банках, это, как я уже говорил, более рисковые инструменты, и банки просто под них будут вынуждены создавать достаточно серьезные резервы, которые будут им ударять по капиталу. Поэтому, конечно, у него одного банка, более или менее разумного, не будет большого в портфеле акции, да, там, в казначействе. Скорее всего, это все-таки будут инструменты долгового рынка. — Ну, это объективный факт. — Ну, да, это, безусловно, это более чем объективный. — Ну, вот ВТБ как раз поступил именно так. Он урезал лимиты на акции с тем, чтобы за счет плеча фактически восстановить свой капитал, там, упущенную прибыль, которую они потеряли на акции. Ну, с точки зрения глобального банка это, конечно, логично. Но это бьет, конечно, по рынку. Все это понимают. — Так, а регулятор в этом случае, он какую позицию занимает? — А регулятор в ЦБ, да? — ЦБ, ну, в данном случае, да. — Он как раз играет на стороне банковского сектора, поднимая резервы под рискованные активы. По-моему, в мае этого года он на 50% поднял резервы по акциям. Соответственно, все банки, которые и так создавали большие резервы, вынуждены были их увеличивать. А зачем их увеличивать, когда такой неопределенный рынок? Легче их просто продать в рынок и уйти, и забыть на какое-то время. Логика есть у ЦБ, по крайней мере, такого поведения? — Я думаю, что у ЦБ логика такая. Не нужно зарабатывать на рискованных активах, надо зарабатывать там, где можно без риска заработать. — Ну вот вы говорите, понятно, традиционно мы используем эти термины, рисковые, безрисковые, ну или относительно безрисковые. Вот учитывая, даже без сложной схемы левериджа, учитывая то, что традиционно облигации — это инструмент с наименьшим риском, тем не менее, все равно там опасность какая-то есть — попасть. Игорь? — Ну, основная опасность, если мы говорим как бы с фундаментальной точки зрения, это если имитент, который имитировал ценную бумагу в виде облигации, не сможет расплатиться по своим обязательствам. — Вот это единственное. — Ну да, но здесь тоже как бы надо понимать, что как раз-таки в чем как бы риск облигации и акции, что акция, она как бы обесценивается, но это все равно актив, который остается на руках, сколько бы он ни стоил, он какую-то цену стоит. Но дефолт — это, соответственно, сразу практически ноль. Но это достаточно сложные процедуры получения этих денежных средств от имитента, но по сути это вот такой как бы риск тоже есть. Единственное, что если не брать там 2008 год, то сейчас как бы там у большинства российских компаний, особенно тех, которые идут там в ломбардные списки, это же как бы основной рынок. Вот у них достаточно прочное как бы финансовое положение, и поэтому вот на этот риск сейчас там практически никто не смотрит. Ну не то, что не смотрит, на него как бы закрывают глаза. — Ну то есть он как бы гипотетически существует, да? — Он существует, да, на основании, скажем так, этого риска определяют там доходности, ну то есть ставки, по которым будет компания привлекать денежные средства. Вот, но, скажем так, его не ставят сейчас во главе ОГО. — А помимо, Андрюш, помимо риска дефолта, вот, да, витента, есть какие-то риски еще? — Есть, есть риск того, что направление движения ставок на рынке изменится. — То есть опять от регулятора это идет, да? — Да, идет вектор в сторону снижения ставок, он может измениться в сторону повышения, и, соответственно, на самом деле риск инвесторы, особенно частные инвесторы в облигациях, конечно, тоже недооценивают. Они смотрят в первую очередь на доходность, полагая, что если доходность 20%, они за год заработают 20%. — Это не так. — Конечно, можно проиграть, на самом деле, на такой облигации с доходностью 20%, потому что... — Проиграть, то есть еще в убытке остаться? — Безусловно, даже с учетом вроде бы выплаты процентов по этой облигации все равно вы будете в минусе. Поскольку как раз вот существует этот риск корпоративный, он может увеличиваться со временем. Соответственно, доходность будет расти, то есть в цене облигация будет падать. И, соответственно, если вектор ставок изменится на растущий, соответственно, тоже доходность начнет расти, и инвестор будет нести убытки также, несмотря на то, что вроде бы он получает НКД. Поэтому лучше выбирать, конечно, облигации с сроком довольно-таки близким к погашению, там год-полтора, и смотреть на невысокие вроде бы на первый взгляд ставки, там 7-6-8%, но понимать, что ликвидный выпуск будет привлекать институциональных инвесторов, которые на самом деле считают такую ставку вроде бы низкую, очень хорошую и привлекательную, и, соответственно, готовы покупать и довести доходность этой облигации, допустим, до 5%, что в годовом выражении инвестору может дать 10, а то и 15% дополнительной прибыли по сравнению к НКД, которую он получит. Но здесь надо еще, вот в этой ситуации надо еще вспомнить, что если таким образом будет двигаться цена-доходность, то рыночная стоимость этого инструмента возрастает, и то есть на разнице, собственно, покупки-продажи тоже еще можно дополнительно заработать. Я хочу вернуться, тем не менее, вот к вектору процентных ставок. Вот он кем определяется и по какой причине? Сейчас идет вектор повышения процентных ставок, да? Ну, смотря о каком рынке мы говорим. Ну, о нашем, давай, о нашем. О России, да, глобально. Глобально тенденция идет к понижению ставок. Ну, уже нулевые у всех. Да, у всех практически нулевые. Наш Центробанк, он, скажем так, в последнее время повышал ставки, но на последнем заседании... Игорь, мы сейчас послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим эту тему, интересно. Продолжаем эфир, уважаемые слушатели, на Финам.ФМ сухой остаток. Я, Олег Дмитриев, обсуждаем текущую ситуацию на финансовых площадках, и, собственно, вот тема у нас вполне логична, мне кажется, хотя за эфиром мы сейчас с моими гостями немножко эту тему обсудили. Вполне логично, вектор сместился на то, что происходит на рынке долговых инструментов, потому что, ну, потому что потому, потому что нет интереса к инструментам рисковым, да, инвесторы уходят без риска. Игорь, вот, значит, эту тему мы обсуждали, ушли на новости по поводу ставок, ставок, их взаимосвязь, соответственно, да, с тем, что происходит на долговом рынке. Ну, наш Центробанк, его политика ставок, она плотно привязана к инфляционным рискам, да, поэтому он здесь несколько действует не так, как действуют там глобальные мировые банки, у которых, ну, уже практически инструмент ставок как таковой как бы исчерпан, и они здесь уже этим процессом, ну, мало чем могут повлиять, и они больше используют меры там монетарного стимулирования в виде различных программ там количественного смягчения. Кстати, извини, вот у ЕЦБ 0,75 сейчас, да, текущая ставка, ну, Банк Англии можно вспомнить там полпроцента, в принципе, как минимум у ЕЦБ, у того же есть там один шаг еще, да, 0,25% пункта, снизить он этого не делает, а он, тем не менее, прибегает вот к мерам количественного смягчения. Это правильно? Это логично? Ну, на самом деле ставка там 0,75, это вот... То есть она погоды не сделает уже? Она как бы находится на достаточно как бы низком уровне, действительно, она сильной погоды не делает, особенно когда ситуации на рынке очень критичные, да, там инвесторы больше воспринимают, когда идут какие-то стимулирующие меры. А наш Центробанк, у него нет таких проблем российской экономикой, они находятся там в таком тяжелом положении, вот, поэтому он смотрит на инфляцию и, исходя из этого, действует. Ну и плюс пытается ставками там регулировать какие-то процессы. Вот последнее повышение ставок, это была борьба с ЦБ с бурным ростом потребительского кредитования, я Центробанк видел в этом риске, поэтому я пытался принять какие-то меры по охлаждению на этом рынке. Ну и в любом случае, пока наш ЦБ смотрит, да, на инфляционные ожидания, то вектор повышения процентных ставок, или как минимум разворота этого вектора мы не ждем, да, Андрей? Я правильно понимаю? На самом деле не только ЦБ устанавливает вектор в России, потому что все его ставки, они на самом деле, вот эта ставка рефинансирования, это номинальная какая-то вещь, от которой пляшут все остальные ставки. Фактически он увеличивая или уменьшая эту ставку, он дает понять вот именно вектор, да, но это не значит, что эта ставка имеет какое-то значение. На мой взгляд, значение имеет ставка, под которую Минфин размещает ОФЗ. И вот здесь как раз вектор в сторону снижения ставок, потому что Минфин постоянно делает попытки понизить доходность по дальним выпускам. Вот последний раз, правда, это ему удалось не очень хорошо, он пытался получить доходность 7% годовых на 12-летке, но инвесторов это не удовлетворило, такая низкая доходность. По-моему, половину, что ли, или две трети смог разместить. Но неважно, то есть попытка Минфина снизить доходность дальних выпусков, она явно указывает на то, что вектор сейчас пока вниз. То, что ЦБ делает, он пытается остановить отток капитала и, соответственно, задержать инфляцию. И мы получаем, на самом деле, две противоположности. ЦБ показывает вектор вверх, Минфин хочет вниз. Ну и, соответственно, что мы имеем? Мы имеем колоссальный интерес к российским облигациям, поскольку реально вектор флэт. Все понимают, что действия ЦБ могут измениться в любой момент. Все больше акцентируются, наверное, на действиях Минфина. И, соответственно, понимают, что, конечно, при таких высоких ценах на нефть, при стабильности госбюджета 7 годовых, под которые есть доходность гособлигаций, вы нигде не найдете в мире. Соответственно, вот это мы имеем. Таким образом, я думаю... Но вот это парадокс, не возникает никакого парадокса, да? Да, вроде бы как-то похоже на парадокс. Но именно из-за того, что мы видим, что ЦБ может менять свою политику достаточно гибко, все понимают, что его функция скорее все-таки более такая публичная по работе с населением, нежели, допустим, помочь Минфину привлечь дешевле деньги. Я думаю, если бы ситуация в России была плохой, я думаю, ЦБ не стал бы раскачивать лодку и задирать ставки, если бы у бюджета были реальные проблемы. То есть в каком-то степени политика ЦБ – это некий индикатор того, как видят наши монетарные власти, нашу же экономическую ситуацию. Пока они вот такой вектор, центральный банк, пока высокую ставку держат, значит, это говорит о том, что в Багдаде все спокойно, условно говоря. Только они почувствуют... Ну, статус-кво, скорее, да. Да-да-да. Я понял. Не, ну, ЦБ действительно, ставка рефинансирования – это какой-то индикатор, а вот другие, как бы, ставки, они, на самом деле, как бы, оказывают влияние на то, что происходит на рынке. Ну, и все самое интересное для подавляющей большинству, я так понимаю, и наших слушателей, ну, и вообще для обывателя, да, ставка рефинансирования – это вещь публичная, а все остальное – это уже, да, такие кулуарные вещи, и доступны они только непосредственно, да, профессионалам. Отсюда вывод. Какой вывод, Андрей? Ну, она не кулуарная, другие, они не кулуарные, они менее понятные. Менее понятные. Да, да, то есть вот люди, как бы, понимают ставка рефинансирования и как и что, а вот другие ставки, там, скажем так, они более понятны профессиональным участникам рынка. Ну, это логично. Вывод какой, Андрей, можно сделать из этого? Обращайтесь к профессионалам, я от тебя этого жду. Вывод – нужно смотреть не на доходность облигации, вернее, на нее тоже надо смотреть, но не надо гнаться за высокой доходностью по облигации. Ну, то есть самая высокая доходность – это не сигнал, да, к тому, что вот именно этот инструмент надо выбирать? Нет, даже речь идет не о самой высокой доходности, а, например, если доходность больше, чем бенчмарк хотя бы там на 20-30%, это уже говорит о том, что… Что это не все нормально здесь. Да, вы можете попасть против тренда и остаться там в нуле или в минус уйти. То есть лучше брать трендовые бумаги, где вы видите, что доходность постоянно снижается. Лучше вроде бы брать 7,5, да, но если она будет 6,5 через год, это реально вы получите где-то 15% доходности. То есть вроде бы ставка изменилась всего лишь на процент. Ну что там рыночные цены еще, да? Да, но рыночная цена подросла, и вы имеете доход от НКД плюс рост курсовой стоимости. Собственно, это и есть совокупность ваш доход, а не сама доходность в чистом виде. Ну да, ну да. То есть не все так однозначно, да, в торговле, по крайней мере, облигациями. Давайте я вопросы начну задавать, их много, времени не так много. Значит, вопрос от Андрея. Если заглянуть, в основном некие прогнозы уже, да, если позволите, ваше любимое, да, Андрей? Игорь, ваше любимое. Это прогнозы. Если заглянуть в послеканикулярный, январь-февраль, то насколько скорректируемся по ММВБ? Причем Андрей, вот это наш слушатель, он задает вопрос, ну как бы на 100%, ну или там имея большую уверенность, что обязательно мы будем корректироваться после Нового года, да, а в рост не пойдем сразу же. Ну, я думаю, что если будет договоренность по фискальному обрыву, то, в принципе, мы можем год наоборот начать. Сразу в рост, да? Сразу в рост, да? Сразу в рост, да? Всегда идет рост, там, 3-4% сразу гэпом. Когда-то должна... Мы догоняем, я так понимаю, как правило, да, да. Мы же догоняем, как правило. Извини, вот если в этом году, да, и CP тот же откроется с падения, ну, по известной причине, то вряд ли мы будем расти на 3-4%. Да, я думаю, что есть риск того, я бы сказал, наверное, больше 50%, что после открытия мы увидим снижение. Но не думаю, что оно будет очень глубоким, там, может, 3-5% максимум. От текущих, да? Да, потому что инвесторы, соответственно, перенервничают из-за того, что не смогут продавать в каникулы. И мы, может быть, и увидим что-то такое. Какой-то паник в целом, может быть, в течение двух дней. Вот. Но я думаю, что это будет краткосрочная все-таки реакция. Не нужно, там, рассчитывать на колоссальное падение. Ну, вот, исходя из твоих слов, и слушатель наш примерно так же формулирует, да, он больше ожидает все-таки некую коррекцию после открытия, да, рынков. И вот вопрос, насколько мы корректируемся по МВБ. Ну, собственно, ты ответил, да? 3-5% максимум. Ну, это, я думаю, это максимум. Я понял. Хорошо, еще один вопрос до новостей. Давайте, мы успеем на него ответить. Прогнозы, Слава просит, прогноз по доллар-рублю. Ну, я так понимаю, опять на первое, на начало года, да, по паре доллар-рубль. Ну, и вот индекс S&P 500 его интересует. Я хочу напомнить, сегодня я смотрел уже, спрашивал. Сегодня активно торгуется, кстати, как и вчера, активно торгуется рубль, ну, против доллара, как минимум, вот я наблюдаю. Вчера был хороший рост его, сегодня он в начале торговой сессии начался, сейчас все изменилось с точностью до наоборот. Тем не менее, уровень 30-50 устоял, и хорошая сейчас вот свечка рисуется такая, с глубоким шипом. В общем, я так понимаю, что до конца года вряд ли мы выйдем из какого-то диапазона узкого, да, по паре доллар-рубль, вряд ли, да, несмотря на то, что, да, мы говорили о том, что в конце года там требуются рубли, да, по известным причинам, вот, видимо, ликвидности этой было достаточно. Ну, а начало года, Андрюш, как ты видишь доллар-рубль? Закрытие на конец года или прямо вот с открытия? Ну, первый квартал. А, первый квартал. Ну, на самом деле, вот если брать мое мнение о первом квартале, с точки зрения рынка акций, я думаю, все-таки будет позитивный квартал. Хотя, может быть, не такой позитивный, как в прошлом году. Ну, соответственно, прогноз курса рубля, он, в общем, зависит как раз от, как правило, у меня зависит от того, как я смотрю на рынок акций. И, соответственно, я вижу, что здесь будет, скорее всего, такой коридор. Продолжится он коридор, потому что сейчас-то мы тоже в коридоре. Ну, я думаю, мы где-то дойдем до уровня, там, 30.20. Ну, это недалеко. И потом оттолкнемся где-то до 30.80. То есть, вот, это вот, ну, это вот, может быть, ближайшие, там, сколько, три недели это займет. После Нового года? Ну, наверное, после Нового года две недели. Потому что ждать обвального падения евро, например, к доллару, или, наоборот, сильного роста евро к доллару тоже не приходится. Поскольку евро, в общем, дорожал в последнее время, как раз на ожидании решения по Фискал Клифф. И я думаю, что, по факту, при любом раскладе будет фиксация прибыли на паре этой. После чего будет ребаунд уже, может быть, на уровне 1.32 опять. Так что, скорее всего, будет флет и рубль-доллар. Ну, понятно, что в любом случае надо бы дождаться, да, что там они придумают с этим, с Клифф, с Фискал Клифф. Как ты думаешь, что ждет рубль нас первым? Ну, я согласен, что вот где-то 30.5, это, в принципе, такое вполне нормальное значение, которое может быть по рублю в среднем. Это вот, с точки зрения, его укрепление, да. А если возникнет ситуация, когда мы увидим, там, все пошли в доллар по какой-то причине, и рубль тоже, естественно, будет падать, да, то до каких пор, как ты думаешь? В доллар пойдут по одной причине, если Фискал Клифф будет по очень жесткому сценарию. Собственно, это означает, что госрасходы сокращаются по максимуму, налоги растут по максимуму, соответственно, дефицит уменьшается резко. Это означает, что, скорее всего, правительство США будет менее заинтересовано в заимствованиях. Я понял. Значит, мы продолжим этот разговор, сейчас еще раз слушаем новости. Итак, продолжаем эфир. Последняя часть нашей сегодняшней программы. Сухой остаток на Финам. ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев. В гостях Игорь Нуждин, извини, пожалуйста, аналитик Номосбанка и Андрей Толстаусов, управляющий активной инвестиционной компанией Грандис Капитал. Мы пытаемся все-таки понять, что нам ждать после Нового года. Еще раз, неоднократно, точнее, мы называли основной, фундаментальной причиной будущих движений на рынке, не важно в какую сторону, это решение по Фискал Клифу. И, значит, закончили мы на том, что пытаемся сейчас все вместе, кулуарно, понять, что ждет нас после Нового года в паре доллар-рубль. Ну, вот, собственно, озвучены были, да, 30-50, это в случае некого укрепления, да, но в случае падения, опять-таки, Андрей, причину для падения сформулировал, да, если будет жесткий выход из Фискал Клиф, то тогда, естественно, все побегут опять в доллар и также будут продавать рубль против него. И где мы можем увидеть котировку? Ну, я думаю... Не слишком далеко? 32, 34, 36, 45... Да, может быть, и 33. Вполне, да? Вполне, может быть. Игорь? Ну, на самом деле, там, как мне кажется, даже если будет жесткий вариант по Фискал Клиф, то это в некоторой степени, ну, как мне кажется, не должно носить такого сильно долгосрочного характера. Ну, то есть это опять такой выхлоп, да, будет резкий? Потому что для... сейчас американский бизнес, скажем так, он находится в некотором подвешенном состоянии, потому что для него непонятны будущие правила игры. Даже жесткий вариант выхода из Фискал Клиф, это уже понятные правила игры для американского бизнеса, они будут к ним адаптироваться, он достаточно гибкий американский бизнес. Поэтому мы можем даже... вот те фатальные прогнозы, которые сейчас идут там по падению американской экономики, они могут быть более мягкими по той простой причине, что бизнес будет видеть, как ему работать дальше, и, соответственно, это может отобразиться там на инвестициях, еще на каких-то вещах с более позитивной точки зрения. Вот, поэтому в некотором смысле, вот мы говорим Фискал Клиф, Фискал Клиф, да, там, но он несколько преувеличен, как мне кажется, да, там вот этот эффект, который сейчас на него закладывается. Ну, как обычно, да, много разговоров, а потом по факту пшик. Звонок есть еще один, давайте послушаем. Владимир, добрый вечер, вы в эфире говорите. Алло, добрый вечер. Добрый, добрый. Я вот как раз счастливчик открыл счет спинам на прямые торги, валюты. У меня как раз, да, вопрос такой вот, сейчас сказали, что 30-20, да, возможно, еще будет. Вопрос первый, когда вы, возможно, да, и второй вопрос такой более по технике, как раз по рублю-доллару. Вот сегодняшняя свечка, да, которая до 30-40 почти сходила, да, то есть многие стопы собрали, да, на 30, которые за 30-50 стояли. Соответственно, многие, видимо, ринулись, как говорится, шартистов набрали и вынесли их всех, да, забрали за счет этого. И свечка такая, получается, с шипом. И дивиденция там, наверное, на дневках начинает проявляться. Вот, то есть, как вы смотрите, вот насколько этого запала может хватить, чтобы доллар начал расти до последних торговцев в этом году? Насколько вот много набрали денег, хватит ли для хорошего роста этой пары, да, или все-таки не добрали народа и будут на 30-20 еще раз сходить? Ну, если так, то когда? Ну, вот так было, конечно, если кто-то может рассказать. Спасибо. Понятно, спасибо, Владимир. Какие, я бы сказал, сладостные уху слова, дивергенция, дивергенция, да, потом шартистов набрали и вынесли, понимаешь. Прокомментируешь? Ну, пожалуй, да. Ну, на мой взгляд, сейчас, конечно, рубль немножко оторвался от динамики. И евро-доллара, и сейчас разыгрывается некая карта здесь внутренняя. Внутренняя. Возможно, вот сегодня мы увидели приход каких-то, может быть, нерезидентов, которые хотят купить перед длинными выходными облигации государственные, там, ОФЗ и корпоративные. Это имеет смысл, потому что, сколько, 8 дней мы не торгуем, и, соответственно, за 8 дней можно получить безрисковый доход. Соответственно, атака против доллара, укрепление рубля, это как раз попытка зайти валютой сюда на рынок облигаций, на мой взгляд. Поскольку динамика, например, евро-доллар как раз не соответствует динамике рубль-доллара. Ну, как минимум, вчерашние, да, вчерашние торги закончились укрепление. Но я думаю, что это, скорее всего, все-таки локальное движение. Я думаю, что в каком-то смысле оно уже остановлено, и в ближайшие, там, несколько дней, я думаю, мы все-таки увидим укрепление доллара. Потому что, ну, все боятся, да, говорят, что перед Новым годом все-таки лучше в долларах пережить. Ну, логично, конечно. Конечно, конечно. Так что я думаю, что, скорее всего, это качели. То есть сегодня качнули вниз доллар, завтра качнут вверх. К этому надо быть готовым. Я думаю, что движение на 15-20 копеек вполне вероятно. Но опять-таки это, на мой взгляд, это сейчас будет локальная горка. Все-таки где-то 30-20 прямо туда смотрит. Сходит, сходит. Смотрит, конечно, пара. Вот. И нужен прям прострел, чтобы собрать как стопы все. Ну, как вот, собственно, слушатель наш и говорит. Да, но он, скорее всего, после Нового года уже состоится. Я не знаю. Мне кажется, сейчас вряд ли. Я в любом случае, я смотрю на график, мне несколько проще, чем моим гостям. Действительно, все-таки 30-50. Даже несмотря на сегодняшний заход вниз, эта поддержка устояла. Ну, и, по крайней мере, сохраняется сейчас. Шип вниз, да, попытка ложного пробоя. Вот она подтверждает, да, справедливость этой поддержки. На недельном графике я смотрю, кстати, там, линии восходящего тренда. Надо посмотреть, как неделя это закончится. Если также нарисуется ложный пробой, то, собственно, дорога вверх. В данном случае будет, по крайней мере, по технике обусловлена. Ну, а фундаментально мы это обсудили. В этом тоже есть определенный смысл. Значит, я еще... Времени мало. Давайте я вот отвечу. Инна поздравляет, во-первых. Смотрите. Здравствуйте, уважаемые ведущие и гости. С наступающим Новым годом вас. Ну, это приятно. Дальше идет вопрос от Инны. Подскажите, на ваш взгляд, до каких уровней возможно падение иены по отношению к евро? И прокомментируйте, пожалуйста, саму ситуацию по иене на текущий момент. Спасибо, Инна. Ну, во-первых, спасибо Инне за то, что она задала этот вопрос, да, и поздравляла с нас с Новым годом. И я буквально два слова скажу по поводу евро и иены, да. Значит, ее текущее движение вверх ограничено 112-115 евро за иену, собственно. А ситуация по иене понятна, да. То есть сменилась власть. Значит, ну, не новая, но достаточно либеральная монетарная политика, когда впервые за несколько десятилетий, наверное, да, во главе угла у монетарных властей Японии таргет по инфляции. Ну, когда такое было? Причем 2%. В этом случае мы как раз вот текущее ослабление иены и объясняем этим самым изменениями. Ну, я думаю, все в любом случае. Мне так кажется, по крайней мере, да. А слишком сильно иена не подорожает. Потому что, и дальше опять можно повторяться, да, на... Во главу угла выглядят более глобальные проблемы, связанные с мировой экономикой, да. И иена, как вы понимаете, помните, я надеюсь, в этой ситуации тоже один инструмент бегства от риска. И в этом случае вот может, так сказать, эта коса на камень зайти. К сожалению, еще раз повторю, время заканчивается. Это был последний спич. Ну, извините уж, я его произнес в эфире, да, мои гости. Еще раз я напомню, сегодня в гостях были Игорь Нуждин, аналитик Номосбанка, Андрей Толстаусов, управляющий активно-инвестиционной компанией Grandis Capital. Уважаемые коллеги, учитывая, что мы в этом году с вами, наверное, уже не встретимся в эфире, я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ну, вы знаете, да, что, собственно, пожелать тем, кто имеет отношение к рынку, это профита, профита, еще раз профита, ну и здоровье, да, Андрюш, давай, приходи в себя, не надо болеть просто, видишь, немножко, видимо, пока бежал от машины до студии. Значит, еще раз вам спасибо. Уважаемые слушатели, я также благодарю вас за внимание. Это был Сухой Остаток на Финам.ФМ. Я Олег Дмитриев. Успехов на рынке. До свидания. Всего хорошего.